Вчера уралмашеские полицейские прямо в день обращения человека к ним за помощью раскрыли квартирную кражу и приконопатели коварного соседа, покусившегося на его легко движимое имущество. В 15-й отдел полиции Екатеринбурга обворованный дяденька пожаловался прямо посреди ночи, как только вернулся в неродную общагу в переулке Иршова, это возле самого парка Победы. В этом самом общежитии за мелкую копеечку он арендовал невеликую комнатушку прямо на первом этаже. Как это видно по записи с наблюдательной камеры, из-за которой кое-кто сейчас в камере, именно этим и воспользовался домушник, который обнес гражданина арендатора. Для этого ему понадобилась лишь подставочка мангалоидного типа, взламывать или крушить что-либо особо не потребовалось. Вор заметил, что хозяин, прямо скажем сосед, провокационно приглашающе оставил открытым окно, рассудив видимо так, что антимоскитная сетка вполне четко обозначает нерушимые границы жилища и сдержит, если что, натиск лиходеев. А лиходей с ней расправился одним махом, взмахнул ножом, вспорол сеточку и оказался внутри. Долго он там не заморачивался поисками сокрытых сокровищ, тупо взял то, что громче всех бросалось в глаза и было при этом не приколочено, то есть телевизор, который почти у всех нынче плоский и совсем не тяжелый. Когда ночью обнаруживший пропажу и дефлорацию москитной сетки хозяин стал заявителем в полиции, вопрос решали через Женеву. Не путать с Гаагой, откуда нам приказывают регистрировать гомобраки. Женева это такое, даже не швейцарское, а чисто немецкое, а может и восточноевропейское, животное, состоящее на довольстве в полиции, которое, если надо, и лает и кусает, но главное вслед берет. Она и тут поработала носом и привела к злодею, который, как вы уже видели, телевизор далеко не утащил, буквально в соседнее окошко засунул. Тридцатилетний сосед обкраденного оказался не просто грузчиком в продуктовой компании, но еще и не раз и не два раза судимым за кражи и грабежи. Телевизор он сразу же сдал в ломбард, а теперь он соседа больше не сосед, переехал на ПМЖ до суда в СИЗО. Возбудилась на него часть третья статьи 158, все та же кража, с проникновением в жилище до 6 лет лишения свободы. Ну, если сильно повезет, то штраф от 100 до 500 тысяч рублей, но для многократного крадуна эта вероятность почти что нулевая.